Подруги, привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас особенный, особенный день, потому что сегодня вот этому сопящему малышу исполняется ровно два месяца. Сегодня 13 число, на день записи видеоролика, вы его смотрите в понедельник чуть позже, но сегодня Грантику исполнилось два месяца, и у нас настроение такое праздничное, хорошее, но в то же самое время, но, наверное, никто из нас не ожидал, что вот эту дату мы отпразднуем вот в таком виде, в каком сегодня мы находимся. То есть это все болеющие, и особенно после вчерашнего визита педиатра я поняла, что, ну, блин, такого исхода я, конечно же, не ожидала, таких рекомендаций я не ожидала, и, ну, справедливости ради нужно отметить, что ничего трагичного, конечно же, не произошло, и, слава богу, что не произошло, но давайте все по порядку расскажу, как у нас все дело это прошло. Значит, первое, Рэм, мой старший малыш, который, собственно, первый заболел, все началось с его зубов, и на таком ослабленном фоне он цепанул самый банальный риновирус. И этот риновирус перетек на бронхи, на уши, и, следовательно, он уже температурил, ну, и мы лечили вот все вот это, вот мы и лечили весь этот пакет, всю эту красоту. Потом приболел Грант, поскольку, естественно, он заразился этим вирусом, и следом я. Вот мы все втроем по сей день лечимся и пытаемся прийти в себя. Так как Рэм был первый, кто заболел, то первый... Ой, ты поздно. Ой, ты поздно. Ну вот. То первый он и выздоравливает, и у него со здоровьем, в принципе, все хорошо. Хорошо. Доктор мне сказала, что если вы примете решение отвезти ребенка в сад, то со среды вот этой недели я уже готова выписать вам справку, и вы можете спокойно везти ребенка в сад. Я, конечно же, доктора спросила, не придерживается ли она мнения, что нужно ребенка еще подержать дома недельку-две, для того, чтобы у вас слизистые аденоиды остановились окончательно, пришли в себя, и чтобы не было риска того, что он вернется в сад, и тут же цепанет опять какую-то заразу. Мой доктор сказала нет, потому что если он ее цепанет, он цепанет ее в любом случае, и нет смысла как бы держать его дома, потому что сейчас он на том этапе, когда его иммунитет наиболее высокий к этим всем заразам, поскольку он сейчас выздоравливает, уже выздоровел, можно сказать, то в целом нет никакой необходимости. Все, что нам нужно сделать, это закончить наше лечение. То есть мы удалили сейчас часть препаратов, часть оставили, буквально там 3-4 дня, еще мы лечимся, и все, и ребенок уже считается здоровым. Что с Грантом и со мной? Я, конечно же, сейчас на своем восхождении Олимпа риновируса, и с каждым днем мне становится все хуже и хуже. Мой нос все хуже себя чувствует, и как бы само состояние тоже такое, не очень. Поэтому я, в общем, только начинаю по-настоящему так бороться с этой простудой. Грантик тоже сейчас чувствует себя хуже. Я заметила, что он ест меньше, в целом-то он спит и как бы бодрствует спокойно. В его поведении нет ничего, что свидетельствовало бы о том, что он болеет. Ну, помимо кашля и помимо заложенности носа такой периодической. Вот единственное, что я заметила разницу, это он стал меньше есть, и в связи с этим он стал меньше ходить в туалет. То есть его подгузник остается сухим намного дольше, чем ранее. Но самая явная, наверное, разница в том, что грант после каждого кормления обычно ходит в туалет по-большому. Сейчас этого не происходит. И тут я делаю вывод, что все-таки организму не до этого. Организм занимается тем, чтобы лечиться и побороть этот вирус. Ну и, конечно же, с бронхами стало хуже. У него уже наступила обструкция, и шумов стало больше. И тот препарат, которым мы пользовались в наших ингаляциях, он не помог. Мой педиатр сказала, что сейчас тот вирус, который уходит, он имеет такую тенденцию не реагировать на конкретный препарат. Поэтому его нам поменяли, поменяли немного схему лечения. И сейчас мы продолжаем его лечить. И буквально завтра, наверное, да, завтра у нас повторный осмотр у педиатра. И мы будем смотреть, как у нас дела, и помогла ли новая схема лечения грантику. И потом, в окончании нашего визита, доктор сказала мне, слушайте, если у вас есть возможность ребенка не водить в сад вообще, а вот проводить время дома вот так вот, как мы это делаем сейчас, то я вам советую отказаться от садика хотя бы до Нового года. То есть до того момента, как гранту не исполнится 3-4 месяца, когда его вот все протоки, все вот ушки, носовые все проходы будут уже немного более широкими, то есть не такими узкими, как у младенца и новорожденного, и тем самым снизится риск каких-либо осложнений. В общем, пока эти проходы все такие узкие, то, конечно же, любое заболевание, оно может привести к тому, что будут осложнения и для ребеночка маленького такого достаточно серьезные. И вот в нашей семье мы приняли решение, что Рэма до Нового года мы в садик больше водить не будем. То есть в этом году Рэма остается дома, мы сидим здесь втроем, и, в общем, пытаемся жить, существовать с главной нашей целью здоровья и безопасности детей. В первую очередь, конечно же, это здоровье и безопасность грантика, потому что он из нас самый уязвимый, самый маленький, и коль уж в нашем случае не сработал иммунитет от маминого молока, и заболели мы оба, то мы понимаем, что в данный момент наиболее рациональным и безопасным решением будет оставить все-таки Рэма дома. Ну и, конечно же, для здоровья самого Рэма, чтобы у него было меньше шансов контактировать и с детскими вирусами, и с тем же самым ковидом, мы все-таки тогда остаемся дома. Не знаю, как у меня это получится, у меня немного, конечно же, как сказать, пугает перспектива нахождения, постоянного нахождения с двумя детьми дома, поскольку вот именно будучи вот в этой ситуации и уже имея опыт проживания с двумя малышами в доме одной, когда папа работает, когда у папы командировки длительные, ну достаточно, то есть даже 4 дня и неделя – это длительная командировка для молодой семьи, в которой есть младенец. То есть и при этой ситуации, когда нет посторонней помощи, и мы с малышами дома одни, то, конечно же, это непростая штука. С точки зрения там вот какой-то такой схемы безопасности детей, мы абсолютно спелись и сыгрались, и мы прекрасно существуем. То есть я могу покормить Гранта, я могу сделать так, чтобы Рэм в это время был в безопасности, чтобы он не шалил, а чтобы он был занят, и в целом у нас вот как-то получается. В то же самое время, конечно же, в силу того, что нужно ухаживать за Грантом, нужно за ним смотреть, нужно его брать на руки, поскольку он очень контактный ребенок, и он требует того, чтобы я брала его на руки, нужно его кормить, нужно за ним ухаживать. И во всей этой ситуации у меня уже не остается такого ресурса, как раньше, чтобы заниматься Рэмом. У меня нет времени совершенно заниматься его развивашками в том, скажем, объеме, в котором требуют его возраст и нормы развития этого возраста. Нет возможности дать ему физическую нагрузку, чтобы он просто выплескивал свою энергию. Тем самым получается, что он просто сидит в заперти с нами, даже вот какие-то непродолжительные прогулки, которые у нас есть, они все равно не дают должного эффекта, и он просто начинает сходить с ума. Он становится неконтролируемым, он становится просто обезбашенным. И один только визит вчера к педиатру, где он просто разнес практически весь кабинет, и мы с педиатром вместе его пытались угомонить, а он все топал ногами, кричал и со мной дрался, это уже свидетельствует о том, что ребенок уже не в адеквате. То есть им нужно заниматься, ему нужна физическая нагрузка, ему нужно шевелиться, двигаться, ему нужно внимание. Это самое главное. А это внимание сейчас дать я не могу. Учитывая, что нужно здесь убираться, нужно содержать дом в чистоте, особенно когда дети болеют. Плюс ко всему нужно их лечить, нужно проделывать очень много манипуляций с лекарствами, с ингаляциями, с одним ребенком, вторым ребенком. Плюс ко всему обязательно их нужно мыть, поскольку у Гранты, например, уже потничка началась, от того, что мы его меньше намного купаем. Ну и в целом, в общем, все процедуры двух детей, они требуют очень много ресурса, уже не говоря, опять же, о той же ежедневной многоразовой уборке в доме, готовке еды и так далее, и так далее. Еще муж есть, который приезжает домой, о нем тоже нужно позаботиться. И помимо этого всего еще работа, YouTube и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, вот перспектива всего вот этого, она приводит меня немного в ужас. Я очень вчера расстроилась. Муж, кстати, мой сейчас в Москве. И вот вчера мы вечером поздно, уже достаточно темно на улице, понятно, мы приезжаем домой. Я понимаю, что мне нужно быстро забежать домой, мне нужно Рэма отправить купаться, за ним приглядывать. Вот пока одной рукой держу Рэма, грубо говоря, другой рукой раздевать Гранта. Третьей рукой мне нужно подготовить все ингаляции, поскольку последняя ингаляция дня для Гранта, она должна быть сделана за полтора часа до его сна. После этой ингаляции мне нужно умыть его личико. 30 минут после ингаляции мне нужно сделать ему массажи грудной клетки, его покормить, то есть сразу после ингаляции в том числе. И все это нужно проделать, пока Рэм что-то должен тоже изображать из себя. Конечно, я его сажаю в его стульчик после купания, я готовлю ему кашу, и надеюсь, что вечером он будет спокойненько сидеть, меня слушать, пока я вот с Грантом проделываю рядом все эти процедуры, и он будет спокойно себе, пусть с мультиком, но он, по крайней мере, будет есть и не шалить, не разбрасывать все по кухне, ну и как минимум просто будет спокойно сидеть, и я буду знать, что ребенок в безопасности. Потом, после этого, мне нужно сделать ингаляцию Рэму, мне нужно правильно дать все лекарства одному и второму, мне нужно уложить Рэма спать, надеяться, что он будет спать, не будет по 10 раз выходить из комнаты, не будет требовать моего присутствия, и также покупать Грантика для того, чтобы избавиться от его потнички, и, следовательно, дальше покормить его заново, уложить его спать, и, в общем, потом еще и самой себя полечить, в какой-то момент даже, может быть, поесть, и позаботиться о том, чтобы я, в принципе, была в хорошем состоянии, поскольку я, ну, как-никак, во-первых, эй, кормлю малыша, то есть это напрямую связано с наличием и качеством моего грудного молока, чтобы оно было хорошее, благостное, чтобы в нем не было кортизола и так далее, и так далее, ну и чтобы оно, в принципе, было. Так, не упади мне. Вот, и заканчиваю уже тем, чтобы я, в принципе, оставалась в здравом каком-то уме, и просто не превращалась в уставшую, такую раздраженную маму, которая постоянно орет вот на этого с ума сходящего ребенка, который просто, ну, ну, а что ему еще остается? У него энергии хоть отбавляй. И он, как бы, вот не знает, куда это все деть. И вот эта вся перспектива, конечно же, меня напугала, расстроила. Я позвонила мужу, я ему рассказала. И, ну, не знаю, я вот благодарю Бога за своего мужа, который наряду с моими близкими двумя подругами здесь в Питере, тоже мамочками, одна из которых тоже врач, она детский кардиолог. В связи с этим она очень много понимает с педиатрией, поскольку она работает как раз-таки с больными детками в стационаре и часто в реанимации и так далее, и так далее. Так вот, со всеми ими я поговорила. Они очень быстренько меня успокоили, приобратив мое внимание на рациональную сторону этого вопроса. Во-первых, что если Рэм останется дома, то, слава Богу, что так, потому что дети будут, ну, с большей вероятностью в хорошем здоровье, то есть они не будут болеть так сильно, как это было бы при садике, это первое. Второе, я буду спокойна, потому что у меня не будет вот этих каких-то адских угрызений совести матери, которая отправила ребенка в сад, несмотря на все риски. Это второе. Третье, что это всего лишь до долгого года, и там мы дальше можем эту ситуацию пересмотреть, и можем ребенка спокойно отправить в сад, если это будет нужно. Третье, что мне сказали, что мне будет оказана дополнительная помощь. Во-первых, мой муж обещал поговорить с бабушкой, чтобы она, может быть, как-то откорректировала свой график рабочий, и, может быть, там пару раз в неделю приходила хотя бы погулять с Рэмом, чтобы высвободить немного мне руки, хотя бы там на три часа, пару раз в неделю. И, может быть, там воскресенье сделать бабушкиным днем, когда мы можем Рэму отвезти к ней, и они могут там вместе потусоваться, побыть, и он может и дневной сон у нее поспать и так далее, и так далее. Потом, естественно, существуют занятия, то есть мы можем вернуться к нашему плаванию, мы можем вернуться на спорт. Ну, спорт не знаю, но плавание – это наиболее вероятно, поскольку это такое индивидуальное занятие только лишь с тренером. И, опять же, меньше контакта с людьми, нежели чем это было бы, например, на том же спорте. И все-таки вода – это почище история, чем инвентарь спортзала. И также мы еще с мужем обговорили, возможность, может быть, найма помощи в виде не то чтобы няни, но есть сервисы, есть такие, как бэбиситтеры у нас в Петербурге, ну и в других городах, конечно же, они существуют, которые могут предоставить по требованиям семьи, например, нянечку с образованием педагогическим, которая сможет приходить там, ну, грубо говоря, два раза в неделю, на два-три часа и заниматься ребенком. То есть вы дома находитесь все, она просто в комнате, его занимается там развивашками и просто уделяет ребенку внимание, ровно так же, как это бы происходило, например, в садике. Ну и, конечно же, прогулки с моими подружками, с Мирончиком, Марком – это тоже, как бы, часть нашего времяпрепровождения, которое также может разгрузить и дать ребенку возможность выплюнуть свою энергию и общение с детками. Что касается мужа, ему крайне тяжело выделить какое-то свое время дополнительно сейчас, чтобы находиться с нами и мне помогать, поскольку все-таки он оперирующий хирург, и он и в Москве оперирует, и в Санкт-Петербурге, и, ну, у него серьезная профессия, и пациентов он оставить не может. Поэтому со своей стороны он готов предоставить бюджет дополнительный, чтобы я могла вот уже вышеупомянутым способом каким-то образом занять ребенка и помочь ему, значит, не сходить с ума, пока мы тут сидим дома. Ну и мне самой тоже не сходить с ума, а это время потратить либо там на работу, на грантика, на приготовление той же самой еды. Вот такие подружки изменения произошли в нашей семье. буквально одним визитом к педиатру, и мы тут же все перекроили, и мы решили, да, что, ну, наверное, ее рекомендация, она имеет свой вес, имеет, как бы, смысл, и вот так вот садиком мы в этом году историю нашу закончили. Ну, не знаю, с одной стороны, я рада, что мы в этот садик сходили. Даже не в садике дело. Я понимаю, что на самом деле самую большую страсть это из-за малыша, потому что он очень маленький. И да, так вышло, что он родился в сентябре, то есть это уже осень наступает, и возраст мой не позволяет там долго медлить с беременностью. Поэтому, в общем, как есть, так есть. То есть разница между детьми очень маленькая, и она выпала на тот период, когда Рэм пошел в садик. И я, конечно же, больше всего переживаю за его здоровье. За Рэма тоже, понятное дело, за Рэма тоже, но я просто понимаю, что... Будучи здесь с ними практически, ну, одной, пока папа на работе, я не позволяла себе расклеиваться и давать волю каким-то эмоциям, стрессу. Я просто так, рационально, да-да-да, значит, у нас ситуация такая-такая-такая-такая-то. Лечим малышей, так-так-так. Все, идем, и я выполняю строго все рекомендации, инструкции. И, ну, как бы, не это... На свою голову не начинаю там умничать и по каким-то методам там бабушек-дедушек и прабабушек там травушки-муравушки детям давать, а лечу их так, как наш педиатр мне сказал, для того, чтобы им максимально быстро помочь и чтобы позаботиться о том, чтобы дети были в безопасности, особенно маленький малыш. Но сейчас вот как-то вот проговаривая все это, я понимаю, что этот стресс, он начинает ползти. И сижу теперь тоже сопливая в слезах в маленький день рождения Грандика в два месяца. В общем, надеюсь, что все у нас будет хорошо. Конечно же, все будет хорошо. В этом тоже нет никаких сомнений, тем более, что мы вовремя сейчас будем принимать все самые важные меры, чтобы больше такого не повторилось, по крайней мере, насколько это возможно с нашей стороны. Я, понятно дело, в курсе, что детки могут здорово заболеть и с тем, что они сидят дома, в садик не ходят. Но, тем не менее, контактов меньше и возможностей больше уцелеть. Поэтому я все-таки надеюсь, что у нас получится. Я как-то смотрю на это с перспективы той же пандемии. То есть у человека, который соблюдает карантин, меньше возможностей заболеть коронавирусом, нежели у того, который каждый день будет ходить на концерты, например, и находиться среди большого количества людей. То есть это просто логично. Поэтому с детками я надеюсь, что сработает тот же принцип. И Грантик получит свое время и возможность окрепнуть, чтобы бороться с этими вирусами, намного более эффективно. Ладно, тут ребенок уже разрушает мою подушку. То есть уже открыта молния и достается внутренности все подушки. Что делаешь? Поэтому буду заканчивать этот видеоролик, подружки. Грантик тут сопит, спит. Мне пора сделать ему ингаляцию, Ремика уложить спать. Ну и в общем, последующие наши видеоролики, они все чаще-чаще сейчас будут как раз-таки нашего нахождения дома и того, как мы пытаемся развлекаться вне дома без нашего садика. Ну, будем смотреть, как оно пойдет. Даже если, например, мы найдем помощь и будет к нам приходить педагог заниматься Ремом, я думаю, что это тоже очень интересный контент. И я смогу вам очень много интересного рассказать, показать. Тоже полезного для вас, мамочки. Для тех, которые так же, как и мы, приняли решение не водить все-таки своих малышей в садик, оставить их дома. Ну или, может быть, кто водит, и просто детки болеют, и пока они на больничном доме. В общем, будем стараться что-то полезненькое тоже и вам показывать, чтобы нам всем было легче, интереснее жить. Да, малыш? Ладно. Все, на этом сегодня с вами прощаюсь. Желаю всем доброго дня, доброго здоровья, и увидимся с вами в следующем видео-ролике. Эй, Грантик, скажи подружке привет. Сегодня твой маленький день рождения. Я уверена, что подружки пожелают тебе здоровья и всего-всего самого хорошего. Чем-нибудь, я супер-любушка. Ладно, подруги, пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!